Маленькую паузу. Я еще пишу все на видеокамеру, потому что здесь вот через телефон качество не всегда хорошее бывает, и со звуком бывают проблемы, и бывает зависает эта техника, к сожалению. А вот на видеокамеру все чисто, хорошо пишется, и звук хорошо пишется. Я извиняюсь, что спешу продолжать тему. Да, и напоминаю, для тех, кто подключился к теме эфира сегодняшнего, я также взял место из писания, это книга «Шир Гашарим», «Песня песней», «Песня всех песней», «Песня всех песней», «Самая великая песня», можно так еще назвать. И это шестая глава, третий стих. «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне, я в нем нахожусь полностью без остатка, он во мне находится без остатка полностью, я в нем, а он во мне. Мы друг другу принадлежим, мы любим друг друга, мы одно целое. Я и Отец одно, как вот Иисус говорил, я уже местописание сегодня вспоминал из Евангелия Теана, 10 раздел, 30 стихом. И оригинально звучит это «они», то есть я, да, «они», «ле доди», «ле доди ли». И это прекрасная «Песня песней», и в этой «Песне песней» есть еще песня дополнительная. Я очень люблю разные песни, в нашей церкви мы поем тоже некоторые песни. Есть вот старая добрая еврейская песня, которую мы тоже исполняем. Там слова такие есть. Время пения настало, голубица чистая, вот он идет, вот он идет, Господь возлюбленный грядет. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, паче тысячи других, Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, вот он идет, Господь возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, паче тысячи других, Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Господь грядет, Господь грядет, да, он грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, вот он идет, Господь возлюбленный грядет. Аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, ждем тебя. Просто сгораем от нетерпения, горим этой любовью к тебе, Боже Всебогущий, спасибо. Благостави, Господь, благостави этот эфир, благостави всех подключающихся сейчас к этому эфиру, и всех, кто будет смотреть в записи потом это все. Боже, и пусть Твоим Духом Святым возгорается огонь любви в нас, в каждом верующем, и пусть верующий вопит к Богу, к Тебе, Господь, гряди, Господи Иисусе, возвращайся. Я жду Тебя, люблю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Аминь. И перед началом эфира я стараюсь регулярно, сейчас, получается, чуть не каждый день вообще выходить в эфир, в 17.00 по киевскому времени, в 18.00 по московскому, соответственно, я выхожу в эфир, особенно пятница, суббота, воскресенье регулярно, и посреди недели тоже стараюсь выходить в эфир часто, как получается. И, так вот, Господь, спасибо. Это действительно для меня великое благословение, делиться с вами вот этим словом, делиться с вами словом Божьим, делиться с вами вот этим откровением Божественного Слова. И хочу, знаете, что, сейчас я здесь, так, здесь, так, да, вот так, хочу рассказать такую историю. Перед эфиром я успел выйти буквально минут на пять в эфир, значит, прямой на Фейсбуке, на моей основной странице. Там у меня три страницы целых. Вот, значит, я дублирую все новости на все остальные, на вторую и третью страницу, но основная моя так и называется, архиепископ Сергей Журавлёв. И, значит, и там я выходил вот в эфир минут на пять и рассказал историю. Сейчас хочу снова её рассказать здесь уже, в этом эфире, на Ютубе. Дело в том, что, вот, 20 лет назад я приезжал в Днепропетровск, нынешний город Днепр, значит, и в одну из протестантских евангельских церквей меня пригласили словом Божьим поделиться. И вы знаете, перед проповедью у меня было время достаточно много, я приехал рано поездом, значит, и много было времени. И, знаете ли, я, значит, ну, листал конспект, молился, Библию доставал снова и снова, и те места из Писания, которые я вот заложил и приготовил к проповеди, я их снова перечитывал, конспект размышлял и молился. И время было ещё несколько часов, и я до начала служения, и вы знаете, я Богу сказал такие слова, я сказал, что мне очень хорошо с тобой, мне очень приятно быть с тобой сейчас. Да, вот, кстати, да, ваш рахунок пополнен на 100 гривен, дякую, мы ещё вы с нами. Дякую, вот, кто сейчас внёс это пожертвование, слава Богу, с помощью вот новой почты я имею возможность с номера Киевстар получить наличные эти деньги, наверное, даже уже завтра. Значит, и номер Киевстар для пожертвований также, запишите обязательно, 096-96-266-75. 096-96, ещё раз, 2-66-75. Значит, так, и продолжу сейчас. Так вот, и находясь там, вот, в кабинете там, в пастырском, где я готовился к собранию, знаете, я сказал Богу, что мне хорошо очень с тобой, что мне очень хорошо с тобой. И, знаете, я не ожидал тем мудрым ранним, что вот мой диалог, как бы, да, молитва, диалог, вдруг превратится в монолог, мой монолог превратится в диалог. Потому что я обращался к нему, знаете, как вот часто говорю к нему, но не всегда, знаете, я имел, имею в виду, что вот я тут же услышу что-то. А здесь это прям потрясало. Тихий голос, как будто моя мысль, но это явно не моя мысль. Знаете, так бывает, я думаю, у каждого верующего такое бывает, и не раз в жизни бывает такое. Больше или меньше, как будто вдруг мысли приходят, но это явно голос тихий и мысль. Не поймешь, голос, мысль, но ты понимаешь, что это не ты, это не твое. Это приходит свыше. Этот мир, эта благодать, это несравнимо. И рожденный свыше человек, независимо от конфессии своей, думаю, прекрасно понимает, о чем идет речь. Если кто-то из моих сейчас слушателей, из подключившихся, или потом кто в записи будет смотреть, не понимает или мало понимает, о чем идет речь, то мое слово к вам, убедительнейшая просьба. Пожалуйста, поговорите с Богом сейчас. Скажите, Господь, Иисус Христос, я благодарю Тебя, что Ты пролил за меня кровь свою. Скажите Богу прямо сейчас, не поленитесь. От всего сердца скажите, Бог, я хочу познать Тебя. Бог, я хочу узнать Тебя. Скажите от всего сердца, Господь, Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты пролил свою кровь за меня. Искупил меня, весь род людской, но именно и меня также, именно меня искупил от работы вражий, искупил меня от грехов моих, искупил меня от проклятий беззаконий. И скажите, Иисус Христос, я принимаю Тебя как своего спасителя Господа. Войди в мое сердце, говори в мою жизнь, облагодатствуй меня, скажите, наполни меня Духом Святым своим, прямо сейчас. И начните обязательно Слово Божие читать, размышлять, говорите к Богу своими словами, пусть это два-три слова, но своими словами. И это изменит вашу жизнь. И вы будете прекрасно понимать, о чем дальше будет идти речь. Знаете, а пока поставьте на паузу, если вы смотрите в записи это, то поставьте на паузу и поговорите с Богом своими словами. Поговорите, призовите имя Иисуса Христа, скажите Ему о благодарности вашей, потому что, о, знаете, что Иисус Христос пролил за вас свою кровь драгоценную. И вот, и потом, после вашего разговора с ним, паузу снимите и дальше продолжите как раз слушать. Слава Богу. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и в то раннее утро мой диалог превратился вдруг, монолог превратился в диалог. Знаете ли, потому что эта мысль, этот голос, мысль прозвучала вот таким образом, а мне еще лучше с тобой. Я сказал ему, что мне хорошо с тобой, к Богу обращаясь, я сказал, что мне очень хорошо с ним. И вдруг голос, этот мысль, голос, мысль, тихо-тихо, оно очень четко и ясно прозвучало в сердце внутри, что а мне еще лучше с тобой. Ха, знаете, друзья, я говорю, если бы я не сидел бы в кресле, я там бы упал бы, наверное, точно, грохнулся бы там в комнате. Потому что, знаете ли, это настолько было неожиданно, и не только даже неожиданно, не столько даже то, что это слово прозвучало. Но это само по себе уже шокирующе, конечно. Знаете ли, это приятно, это удивительно, это восхитительно просто. Но еще более удивительно, именно что он сказал, этот голос. То, что он прозвучал, это само по себе уже феноменально и удивительно, да. Но то, что он сказал, это вообще меня обезоружило. Это вообще меня, ну, ошарашило, в хорошем смысле, ошаломило. Ошаломило, выражение такое. Сейчас у мессианских многих евреев я вижу, так переписываюсь с друзьями, тоже мессианскими друзьями. Вот, и ошаломленный, пишут мне, ошаломленный. То есть, значит, от слова шалом, шалом, значит, охваченный миром, такое выражение интересно. Мне очень нравится оно, ошаломленный. Вот я был ошаломленный, не ошаломленный, а ошаломленный. был, значит, вот этим словом. И, знаете ли, я говорю, я чуть не грохнулся там, я бы упал бы, точно бы, если бы я не сидел бы в кресле. Потому что, знаете ли, тем утром я, ну, я так полагал, у Бога уж Отца Небесного, у Него уж точно есть с кем время провести, да и получше моего компании, наверняка у Него есть с кем поговорить этим утром и даже не в том дело. Знаете ли, у меня как сейчас выражение такое есть, крышу срывало. Знаете, в чем? Что мои стены трещали какие-то религиозные очередной раз. Потряслась земля, вот моя, моего христианства. В чем? Что, знаете ли, я раньше до того никогда вопрос себе такой не ставил перед собой. Не задавал себе вопрос, а что же Бог чувствует, да, ощущает, когда я с Ним разговариваю. Как-то никогда не заглядывал с той стороны, вот с его колокольни не пытался взглянуть на нашу с ним беседу, размолву то он, значит, потому что, знаете ли, я всегда смотрел со своей стороны, что мне хорошо, когда я с ним разговариваю. Порой, ну, просто хорошо, порой очень хорошо, порой просто это было настолько восхитительно, что, как говорится, не в сказке сказать, не первым описать, как, вот, знаете, вот, значит, выражение такое есть. Вот, или же, как в Писании говорится, не слышал это ухо, да, не видел того глаз, не слышал это ухо, и не приходило то на сердце человеческому, что приготовил Бог любящим его. И нам это Бог открывает духом своим святым. И вот такие моменты, когда в очередной и в очередной раз Бог что-то открывает и открывает нам из того, что он приготовил нам, любящим его, то, что наши глаза не могут на этой земле увидеть, даже близко подобное. Наши уши не способны услышать на этой земле. Даже самые восхитительные звуки этого мира, они блекнут в сравнении с его звуками. Даже самые потрясающие картины, пейзажи этого мира, я как художник это рассказываю, друзья, дамы и господа, они не могут сравниться с тем, что там мы будем видеть. И на сердце не может нам прийти, даже самые великолепные мечтания, которыми мы можем мечтать, верующие, они не смогут никогда даже близко показать нам то, какую красу он нам там приготовил. Дамы и господа, братья и сестры, но он открывает нам, верующим, это духом святым, в этих молитвах, в этих общениях с ним. И это потрясающе, удивительно. Иногда это очень трогательно происходит, настолько удивительно, во всевозможных родах откровениях таких, через слово его Божье. Читаешь Библию, им это прям ох, ах, вот это ах, импрессио, художники говорят, импрессио. Мы христиане-импрессионисты часто, знаете, вот это впечатление, ох, вот это ах. Читая слово Божье, ты понимаешь, что действительно от Бога приходит такое благословение, слава Богу. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и тем утром, да, 20 лет назад, как раз, получается, да, ровно 20, нет, уже больше 20, получается, больше 20 лет назад это все было, в городе Днепропетровске, нынешнем Днепре, городе. Вот так вот. И, знаете ли, и, вот сейчас поделился, и радостью наполняется сердце снова и снова. Хорошо, когда свидетельствовать, да, вот нам доводится. И я вам рассказываю об этом, о том, что, об этом переживании, об этом свидетельстве, значит, от Слова Божьего, живого. И, знаете ли, вот, и сердце наполняется снова радостью, и вдохновляем, вдохновением таким божественным. Слава Богу! Вот. И пусть Господь благословит. И, знаете ли, кстати, тем же самым днем, если продолжать этот рассказ, это свидетельство, то тем же самым днем, я там в Днепре еще оставался тогда, в Днепропетровске, как раз, я в другой день проповедовал еще в другом собрании еще, у писятников, по-моему, нерегистрированных, как раз, там была палатка такая, или здание там называлось на палатке, ну, так вот, такое выражение слышал просто тогда. Значит, и там даже был епископ писятнический такой, ортодоксал, такой, очень такой, нерегистрированное братство, и мне там пару часов даже такой как бы допрос устроили, как бы, ну, не допрос, а, как сказать, ну да, перекрестный допрос, много братьев вокруг, я один, вот, в центре, значит, и мне всякие вопросы по богословию, по моему пониманию веры и прочее, прочее. Значит, и потом епископ сказал, что, значит, ну, хорошо, дадим 15 минут брату, вот, как бы, ну, получилось, что полтора часа проповедовал, значит, и не прерывали меня, не останавливали, просто, знаете, вот, как писятники старые говорили, як дух ПВД, знаете, вот, як дух ПВД, вот, дух повел таким образом, да, интересная очень была история. У баптистов там проповедовал, у писятников, у адвентистов, у методистов там проповедовал, в разных церквях, лютеран, значит, и Депропетровск мне тогда очень тоже понравился, конечно, но я не о том, не об этих разных служениях, это тоже потрясающе, это тоже замечательно, я тоже Богу очень сильно благодарен за все это, паки и паки, ему славу воздаю за все это, то есть, снова и снова благодарность ему восхваляю, восхваляю его имя, но тем же самым днем, ночью, и очень сильно открылась мне одна книга из Библии, вы, наверное, догадываетесь, какая книга, цитата из которой в названии этого эфира, значит, книга «Песни песней», «Шир Гаширин», на еврейском языке звучит оригинально как «Шир Гаширин», «Шир» это, ну, пение, пение, да, пение. Вот, пение, это восхитительный дар Бога, я знаю, что на небесах мы будем петь, воспевать Господа потрясающими голосами, ни один голос на земле, даже самый бесподобный, самый удивительный голос, знаете ли, на земле не способен передать вот то, как мы будем воспевать Господа этими голосами своими, там, небесными голосами, это потрясающе, это будет восхитительное зрелище и слушание восхитительное, знаете ли, завораживающее прекрасное и Мартин Лютер, немецкий реформатор пять столетий назад говорил об этом тоже как раз, кстати, этот год уже завершающийся 2017 в Украине и в разных странах мира, ну так или иначе по всей земле, будем так говорить этот год он является годом 500-летия, с одним начала Великой Реформации и обновлений мирового христианства да мы со всем христианским миром и наша церковь тоже реформаторская, православная церковь Христа Спасителя, архиеписком который я являюсь, наша церковь тоже со всем христианским миром отмечала и отмечает в этом году до самого конца этого года 500-летие со дня начала Великой Реформации и обновлений мирового христианства Вот так в нашем календаре и обозначено, кстати. Потому что пять столетий назад завершилась эпоха Великой деформации, деградации мирового христианства. Пять столетий назад завершилась эпоха Великой деформации и началась эпоха Великой реформации. Завершилась деформация, началась реформация. Эпоха деформации ушла, началась эпоха реформации. Деформация это деградация, уничтожение, порча, это отступление, апостасия по-гречески. Реформация это восстановление, это покаяние, исправление церкви, возрождение христианства, восстановление церкви Божьей, слава Богу. Так вот, и один из отцов-основателей как раз реформации, тогда вот, пять столетий назад, Мартин Лютер, собственно, он говорил такую фразу, часто повторял, он сам любил петь, воспевать Господу, много псалмов написал, он был музыкантом, певцом и певчем, да, и он был реформатором, музыкальным реформатором. Дамы и господа, братья и сестры, ведь что такое немецкий хорал от того времени, реформаторский, это действительно музыкальная революция, можно сравнить только лишь, вот, ну, уже в 20 веке, там, не знаю, музыкальная культура менялась совершенно, музыкальная реформация, музыкальная революция начиналась. Вот, и, да, народные песни, на мотивы народных немецких песен исполнялись христианские гимны. Так вот, и Мартин Лютер говорил, одна из его фраз известных, реформаторских, музыкальных фраз о музыке, что для дьявола ничего страшнее нет, чем поющий христианин, воспевающий Господа, там, в контексте имелось в виду христианин. И он, как раз, Мартин Лютер вспоминал о наших братьях, первопроходцах христианства, да, вот, он из деяний апостолов вспоминал о наших братьях, вот, о Павле и Силе, которых избили, опозорили, бросили в каземат, и дальнейшая судьба их была, знаете ли, на воде вилами писана. Но наши братья, слава Богу, не унывали, они воспевали Господа ночью, и узники, другие заключенные, а там были только лишь Павел и Сила за веру сидели за Христа, а остальные все были, ну, обычные уголовники, всякие тунеядцы, алкоголики, одним словом. То есть, ну, как бы, вот, хулиганы, то есть, обычные, или за неплату налогов, может, сидели, то есть, люди, провинившиеся перед законом, которые действительно нарушали законы, а Павел и Сила, они не нарушали законы, они лишь следовали Слову Божьему. И вот они воспевали Господа среди ночи, и узники слушали их, и вот случилось чудо, да, земля потряслась. Но это не было обычным землетрясением, как нам порой может кажется, перечитывать деяния апостольские, потому что написано, подчеркнуто, что узы у всех ослабели вообще, двери распахнулись, темницы распахнулись, и узы ослабели. То есть, это землетрясение было сверхъестественным, это было действительно Божьим потрясением этой земли, слава Богу. И ведь, если было бы естественным землетрясение, то все узники разбежались бы, может, только два порядочных еврея, Павел и Сила, остались бы там, в этих темницах, а все остальные бы точно разбежались. Но там уже, когда Божье присутствие и Божье потрясение, то все оставались на местах, значит, и Павел и Сила были там. Вот, то чудо. И, знаете ли, и доктор Мартин Лютер, и другие реформаторы, и в 19 веке протестантский златоустый Чарльз Перджин также говаривал на эту тему, что, значит, действительно, когда мы воспеваем Господа, то не только какие-то темницы рушатся, да, двери распахиваются, закрыты доселе. Узы какие-то ослабевают на нас, знаете ли, но и у тех, кто слушает нас, так же чудо происходит, слава Богу. Да, воспеваю Господа песни песней. Я напоминаю, что, действительно, брат Николай Егоров, да, приветствую вас, тоже приветствую, благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Всех приветствую, кто подключился, подключается, и, конечно же, всех, кто будет потом в записи смотреть все это. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа, благоставляю всех вас. Да.